ребят пришли за малой марии смотри какой садик красивый какой двор еще потрясающе очень все красиво выглядит мы сегодня весь день в поисках квартиры для сестры марии поэтому заняты познакомились очень такой приятной женщины риэлтор она нам помогает сегодня во всем немножко вам поснимаю садик пока не запретят мне снимать здесь забирать покажешь буду клито слава кита слава алмая гигантами там она сейчас ее приведет прикольно вообще раздевалка рисуночки ясно ясно здесь преподают и английский детям и турецкие разные развивалки и сон но пока мы значит мария не оставляет малую на весь день пока не привыкнет вот где-то к мы ко всем ну то есть к новому да так а здесь одна из комнат из классов сейчас меня выгонят отсюда нафиг но ничего зато поснимаю я вообще сегодня не готова ни к чему у нас сегодня все настолько сумбурно происходит и квартира и садик и все на свете короче вообще 150 знакомств на день за день в общем-то садик вообще отличный и к детям очень хорошо относятся и воспитатели и учителя вчера вот буквально общалась с преподавательницей из одной из здесь вот она рассказывала то что конечно ребенок так как среда все таки другая и языка здесь то есть украинского русского никто не знает ни из учителей ни из детей потому что дети как бы турки турецкие дети вот ну на английском тут говорят на турецком ну ничего выучить все будет нормально но садик очень такой один из крутых то есть очень качественный сегодня весь день конечно в поисках квартиры вообще квартиры уводят из-под носа и если слышат что либо россияне либо украинцы сюда приезжают и сами вот хозяева квартир не риэлторы риэлторы как бы настроены ну чего вечно но хозяева именно квартира не сразу завышают цены вот мы хотели смотреть квартиру но за 3000 как только мы приехали хозяин говорит четыре с половиной это администрация садика здесь бухгалтерия администрация в общем то здесь проводят бумажную работу очень такой приятный садик приятная тут обстановка также в этот садик наши знакомые своих деток водят то есть украинцы но значит специально здесь учителя в разные группы детей 1 распределили по разным группам чтобы они не общались на украинском языке чтобы они учили старались учить английский и турецкий то есть такая вот цель потому что если их посадить в одну группу естественно они будут разговаривать на своем языке а других они понимать не будут если у них будет своя тусовка с другими они не будут контактировать поэтому вот такое вот решение то есть они их распределили по двум группам вот учителя конечно очень хорошие воспитатели все такие доброжелательные что ребят рекомендую этот садик кто в мессине так что мои хорошие что я хочу сказать насчет квартир как только видят что иностранцы сразу завышают цен то есть вот даже вот не риэлторы а хозяева меня сегодня убил значит инцидент мы приехали с риэлтором смотреть квартиру значит сетте октай довол т.п. и просто-напросто нам хотели показать квартиру мы уже договорились то есть мы уже хотели подписывать контракт все значит риэлтор звонит хозяину чтобы он приехал подписать контракт и он говорит то что нет четыре с а он спросил типа кто снимает она говорит типа украинцы значит четыре с половиной она говорит типа ну ты нормальный вообще мы чтобы договорились уже девочки тебя берут квартиру нет типа четыре с половиной все то есть и такие люди и поэтому она с ним очень сильно поругалась короче там чуть ли его не послала этого хозяина говорить типа что за фигня у них сейчас война идет типа как вы общая себя ведете договорились договаривались за одну цену а приехали сразу изменилась цена но ты как бы риэлтор говорит вы меня пожалуйста извините как раз просто из-за таких вот людей и плохих и так и думают в целом а нации плохо то что везде значит да это самое могут надурить обдурить и так далее короче она с ним очень долго ссорилась он уже вроде бы как начал снижать цену ну не четыре с половиной а четыре она говорит четыре типа за эту квартиру ты хочешь четыре типа ты в себе квартира не новая это раз во вторых как бы у людей такое горе война сюда они приезжают как раз на почве как бы нехорошие жизни правильно не то что там чек приехал понимаете с вагоном денег и так чистый мой нефиг делать он может снять за любую цену квартиру нет как бы это не тот не тот случай не то время когда нужно зарабатывать тем более ну типа на украинцах деньги она ему это объясняла полчаса он говорит ну хорошо типа пускай будет четыре тысячи на вреда нет дорогой типа иди ты знаешь куда в баню типа я теперь отказываюсь от твоей квартиры сдавай другому риэлтору иди пускай тебе помогают эту квартиру сдавать короче все она ему сказали типа как тебе не стыдно и послал потом еле нашли короче тоже квартиру уже арендовали квартиру но вот просто что я хочу сказать что вы как только видят иностранцев и вот нет этого девушка риэлтор сказала ты себе не представляешь вот есть нормальные люди которые как бы да они зарабатывают деньги но там на горе чьем-то или там вот для турок и для иностранцев цены есть одинаковые то есть как бы не не повышают а есть такие люди которые вот видят то что иностранец будь это квартира будь это какой-то товар там на базаре или в магазине видят то что идет иностранец все считают он понимаете вот это вот жилка сразу срабатывает можно заработать типа иностранцы схавают это типа схавают эту цену и поведутся она говорит поэтому очень нужно все осторожно торговаться если вы действительно вот понимаешь что что цена занижена ой завышена не стесняйтесь торгуйтесь потому что как бы это ваши деньги вы такие же люди как и мы турки это не означает то что на вас нужно постоянно зарабатывать типа и вас обманывать обманывая зарабатывать на вас как бы риэлтор такой толковый попался так что такие дела например хорошую квартиру если снять там три плюс один в новом доме газифицированном на то есть качественную квартиру с новым ремонтом то есть первичное жилье чок фена цены вообще честно говоря жесть она говорит тем более сейчас будет летний сезон как раз наплыв туристов цены будут космос просто космос вот да вот и повторюсь то есть первичное жилье если снимать то это где-то будет наверное летом и 10 тысяч может стоить квартира в месяц 10 тысяч плюс еще берут обязательно депозит депозит берется для того чтобы например если ты не там не оплатишь воду или газ да там или электрику чтобы потом с эти с этого депозита оплатить там твои долги да чтобы ты не повесил на хозяина долги и свалил вот умы в ручке чтобы с этих денежек заплатить значит газ воду и так далее также еще процент нужно отдавать риэлтору то есть вот месячная месячную аренду например если квартира будет стоить десять тысяч лир то значит сто процентов идет идет значит процент риэлтора также ты будешь еще давать десять тысяч риэлтору за то что за то что он тебе нашел квартиру плюс депозит плюс сама аренда депозит правда тебе потом возвращается после того как ты съедешь с квартиры если у тебя не будет никаких долгов ты будешь все платить значит вовремя то тебе потом депозит вернется там например вот чем квартира дороже тем естественно и депозит выше то депозит тебе вернут но как бы цены конечно жесть так что мои хорошие нужно всегда торговаться нужно отстаивать свои права тем более если вы украинцы и так вот вы до приехали в страну нет хорошей жизни вот да переехали сюда поэтому обязательно отстаиваете свои права даже если вы не знаете языка и все и прочее обязательно обязательно через переводчик давите на них и так далее даже если вы можете заплатить эти деньги все равно торгуетесь потому что иначе они просто вылезет на голову в общем не сказало толчанка просто вылазить на голову даже вот они даже турков есть думает не дурят друг друга хотят друг на друга срубить побольше бабла вот поэтому нужно с этим бороться и она говорит всегда отстаивайте свои права будь то вы иностранец будь то вы турок или там другая национальность такой вот такая вот мораль этого видео